Саранск снова принимает важнейшие легкоатлетические старты для детей. Шиповка юных на площадке Мордовской школы, одной из сильнейших в стране, проходит не случайно. Футбольный легкоатлетический манеж отлично подходит для таких соревнований. Здесь прекрасные условия и для бега, и для прыжков, и самое главное для метания. То есть это самый большой зал, где можно проводить метание. Мы в последние годы большое внимание уделяем развитию шиповки юных. Мы проводим мастер-классы. В прошлый год мы провели мастер-класс в шести районах. В этом году мы продолжим эту традицию. Потом мы проводим республиканские соревнования. В этом году у нас зимние прошли 300 мальчиков, 30 девочек было. И мы еще провели этап Приволжский федеральный округ. Шиповка юных – турнир с большой историей, но суть его с годами не меняется. Это классическое четырехборье, куда входят прыжки в длину, метание снаряда, бег на короткие и средние дистанции. На этот раз посоревнуются и в эстафете, не в общий зачет, а на медали Федерации легкой атлетики России. Ее первый вице-президент Ирина Привалова, к слову, приехала в Мордовию и лично наблюдает за прогрессом будущих чемпионов. Она и сама начинала с шиповки в возрасте 13 лет. Будущая олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, стала победительницей четырехборья. К важным всероссийским соревнованиям спортсмены готовились непрерывно, чтобы показать наилучшие результаты. У нас круглогодичный процесс происходит. У нас есть летняя и зимняя шиповка, поэтому мы круглый год готовимся. Готовимся мы в этом чудесном легкоатлетическом манеже. У нас есть все условия, две ямы с песком, есть где пометать. Вместе со многими участниками в Саранск приехали их родители, в основном, чтобы поддержать и психологически подготовить. Это важно в таком юном возрасте. Вместе с тем, кто-то нашел время поближе познакомиться со столицей Мордовии и изучить ее достопримечательности. Воспользовалась шансом посетить такой замечательный город, то есть расширить свой кругозор. Ходила и с сыном, показывала. Победителей и призеров выявляют как по сумме четырехборья, так и в отдельных дисциплинах. Младшая возрастная категория уже завершила борьбу за места на пьедестале. Представители средней спортсмены в возрасте до 14 лет будут состязаться 24 и 25 марта. 27 и 28 числа в манеже встретятся самые старшие категории Ю-16. За высокий уровень организации, соревнований и поддержку легкой атлетики Ирина Привалова поблагодарила главу Мордовии Артема Сдунова во время рабочей встречи. Если взять пропорционально населению, то, наверное, самый большой вклад будет республике. Потому что сейчас на данный момент, я не знаю сколько, точно 9 человек, это не считая ходьбы, и человек 30, это ходоки, основа всей сборной команды. Плюс микроструктура на очень высоком уровне. Вице-президент Федерации легкой атлетики и глава Мордовии обсудили также несколько крупных турниров, которые пройдут в республике в этом году. В мае Саранск примет чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. В июне уже по доброй традиции пройдет всероссийский полумарафон забег.рф. Артем Сдунов подчеркнул, растить чемпионов нужно с детства. Сейчас в Мордовии легкой атлетикой занимаются более 7 тысяч человек. Только за последние 5 лет это число выросло более чем на тысячу. Ирина Семенова, Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok